Итак, друзья мои, сегодня очередь дошла до сорта Априка. Априка у нас также новый сорт. Высадили мы ее небольшое количество, посадили на пробу. Вот, и что хочу сказать. Ну, во-первых, я сейчас, конечно, вам покажу саму ягоду и расскажу, что мы думаем по поводу этого сорта. Так, Априка – это сорт среднего срока созревания. Мы уже начали его собирать, делали выборку. Вот, и сейчас я вам покажу его в плодоносящем виде. Смотрите, вот Априка. Куст не сильно облиственный, вот в сравнении с Арианой. Ариана очень густая. Здесь листовой аппарат достаточно разреженный. Собирать ягоду удобно. Ты ее видишь, она на виду. Вот, смотрите, допустим. Цветонос очень длинный. С бугра он свисает. Ну, шнабугор у нас маленький. У нас здесь однорядная посадка. Смотрите, он узкий. Он 30 сантиметров сам бугор идет у нас. Вот. Но все равно цветонос длинный. Ягода очень красивая. Ну, очень красивая и очень крупная. Смотрите, какие тут есть экземпляры. Ну, вот обратите внимание, с моей ладошкой. Вот такой вот экземплярчик. Ягода тяжелая, глянцевая. Ну, внешний вид никаких претензий и нареканий не имеет. Урожайность. Смотрите. Сейчас я вам пробегу, покажу урожайность. Это усик прошлогодний укоренился. Видите, тоже плодоносит, в дорожке сидит. Вот, смотрите, урожайность Априки. Смотрите, сколько зеленых цветоносов. Конечно, урожайность можно оценить, когда она уже вся красная, вся лежит на пленке. Тогда видно. Но, смотрите, сколько зеленой ягоды. Сколько красивой, первоклассной ягоды. Внешний вид и урожайность мне очень-очень-очень нравится. Посмотрите, корявой и какой-то такой вот необычных форм ягода не имеет. У Арианы, я вам показывала, есть такие там дикобразики. Здесь нет. Здесь вся исключительно ровная ягода, красивая. Посмотрите, прелесть. Просто прелесть. Пробежим дальше. Вот она. Вот она все спеет. Вся ровненькая. Давайте найдем и заценим вкус у ягодки. О, вот какая красавица. Вот какая красавица. Так, пробуем. А она-то вкусная. Я прошу прощения у эстетов, которые мне говорят не чавкать в камеру. Как по-другому показать и рассказать вкус, я не знаю. Так что уж прошу прощения. Либо переключайтесь, либо смотрите молча. Ягода вкусная. Я смотрела какой-то обзор, показывали эту ягодку, и она прям хрустела в камеру. Прям хруст был, как будто яблоко кусали. Я вот сейчас откусила. Она мягкая. Смотрите, мягкая. Может быть, просто нужно подождать, пока она вызреет. Вызреет, не спешит со сбором этой ягоды. Ну вот, смотрите, видите, когда вот этот хвостик хорошо прокрашивается, он не белесый. Все значит, ягодка созрела. Ягодка прям отличная. Смотрите, пустоты нет. Она мясистая. Вкус идеально хорошо, очень сбалансирован. Нет такой приторной сладости, такой противной, навязчивой. Нет ярко выраженной кислоты, как у Альбы. О, кошечка моя пришла. Иди. Иди, иди, моя хорошая. Давай вместе ролик снимать. Ягода отличная. Я вот сказала, что для промышленников нет. Смело можно и дачником сажать. Потому как многие хотят вкусную ягоду, не только урожайную. Мне кажется, это вот оно и есть. Это оно и есть. И вкусное, и урожайное. Друзья, почему сейчас вот мне многие пишут в комментариях, что вот, лучше вкусную сажать. На рынке одну кислятину мы едим. Друзья, ну, что значит кислятину? Ну, конечно, ни один уважающий себя фермер не будет работать в ущерб себе. Сладкая ягода, она нетранспортабельная. Она один день, и все, и она у вас течет. Вспомните бабушкину ягоду. Ты ее с грядки сорвал, в лукошко положил, донес до кухни, и она уже течет. Вот эта вот сладкая ягода, она совершенно неперевозима. Фермер, он выращивает ту ягоду, какую диктует ему рынок. Приходит к нему оптовик и говорит, ты мне сделай такую ягоду, чтобы она день-два ехала без ущерба внешних каких-то показателей и товарных качеств. Естественно, будет подбираться такой сорт. Сейчас, подождите, я кошечку уберу, свою дорогую. Будет подбираться такой сорт, который будет ехать, который будет лежать. Поэтому выбираются кисло-сладкие сорта. Но таким образом она и собирается, чтобы ехать, чтобы в дороге она немножечко уже дошла. Как помидоры собирают, бурелые, и они в процессе лежки какой-то, они уже доходят. Точно так же здесь и ягода. Мы можем позволить себе выращивать любые сорта, потому что мы спокойно продаем все в розницу. Мы можем проверять сорта, выбирать. То есть, подбираем для себя, естественно, лучшее, чтобы оно было и по вкусу хорошее, вкусное. Не стыдно было людям продать. То есть, естественно, урожайное, естественно, красивое. Но осуждать фермеров, которые подбирают сорта кисло-сладкие, нельзя. Потому как, ну, это его заработок. Никто из нас не ходит на работу за бесплатно. Всем хочется заработать денег. Друзья, это однозначно сорт для промышленного выращивания. Потому как и ягода красивущая, крупная, блестящая. И она не течет. Вот, допустим, собрал, постояла ягодка какое-то время, и она не превращается в кашу. Крепкий. Почему говорю промышленный? Почему говорю для дачного выращивания? Ну, это потому что это людям интересно. Какой же сорт для каких целей стоит выращивать? Я не говорю, что это только могут сажать полевики или тепличники. Да нет, конечно. Ради бога. И дачники могут выращивать. Сто процентов будет везде этот сорт расти. Поэтому я считаю, что априка очень-очень-очень достойный сорт. Очень. Смотрите. Собирайте ее не сразу, как она покраснела. Дайте ей денечек еще повисеть. Вот так вот окрасится полностью, чтобы ножка была окрашена в красный цвет. Вот и все. И она очень вкусная. Очень хорошая, сбалансированная ягода. С прекрасной урожайностью. И с прекрасными внешними данными. Посмотрите, внешние данные априки. Прелесть. Кот, да уйди ты отсюда. Не дает снять. Молча поснимаю, вам покажу. Смотрите, какие гроздья висят у априки. Отлично. Просто отлично. Смело можно увеличивать посадку. Правда. Да, котик. Смело. Так что, друзья, сладкую ягоду давайте выращивать сами на своих грядках. У кого нет грядок, можно вырастить на балконе, на подоконнике. И не предъявлять ни к кому претензии, что на рынке нам не продают сладкую ягоду. Можно поехать по деревням, там, где бабушки продают. Но обсуждать фермера за то, что он продает кисло-сладкую ягоду, мы не будем. Мы не осуждаем же помидоры, которые покупаем тепличные, которые также имеют только вид помидора и огурцов, которые совершенно без вкуса, без запаха. Нет, мы спокойно покупаем, делаем салатики и кушаем. Но до ягоды, конечно, мы очень щепетильно относимся. Поэтому фермер выращивает то, что он считает нужным, а сладкую-пресладкую ягодку мы выращиваем себе сами. Вот. Так что априка у нас является прекрасным сортом, красивым, крупным, урожайным, который может выращивать спокойно как фермер, так и любой дачник на своем земельном участке. Рекомендую, прям смело рекомендую. Прекрасный вкус, прекрасная урожайность, сорт, то, что нужно. Смотрите, то, что нужно. Это несмотря на то, что мы его уже собирали. Вот столько еще ягодки мы вам с киской показываем. Уйдешь, киса, подвинься. Да, подвинься. Вот такая ягодка. Все, друзья, мы продолжаем сборы. Всего доброго, до новых встреч. Ну, собирать такую ягоду, конечно, сплошное удовольствие. Вы посмотрите. Это двухлитровый контейнер. Несколько, 20 ягод, и он битком набит. Но разве не красота?